Это произошло тогда, когда наша планета начала возрождаться. Никто не знал, что может случиться дальше. Шел огненный дождь, земля покрылась пеплом, камни и деревья падали нец. Храмы и дома были раздроблены. С неба сорвался великий змей, и на землю упали его кожи и куски его костей. Острелы попадали в сироты стариков, во вдовцов и вдов, которые еще дышали, хотя сил для жизни у них уже не хватало. И они нашли себе могилу на берегу моря. Тогда нахлынули ужасные волны. Небо вместе с великим змеем рухнуло на землю и затопило ее. Пятая книга пророческих текстов Майя Челамбалам. Это была самая загадочная и страшная катастрофа в истории нашей Земли. Неведомые силы в один момент погубили целую цивилизацию. Поглотили без следа. Лишь призраки обитателей существовавшего когда-то огромного материка до сих пор пугают мореплавателей, бороздящих просторы Атлантического океана. Загадка легендарной Атлантиды описана во множестве переключенческих романов и серьезных научных исследований. На сегодняшний день учеными и исследователями-энтузиастами выдвинуто более 1700 гипотез о существовании таинственной страны Атлантов и о причинах ее бесследного исчезновения. Впрочем, не такого уж и бесследного. Впервые об Атлантиде публично заявил один из самых выдающихся ученых Древней Греции Платон еще две с половиной тысячи лет назад. Страна Атлантов не один раз упоминается в его философских сочинениях Критий и Тимея. Интересно, что черпал исторические сведения Платон из дневников своего прадеда, не менее известного афинского поэта и государственного деятеля Солона. А тому о существовании Атлантиды рассказал египетский жрец. По словам жреца, край Атлантов находился где-то по ту сторону Геракловых столпов. Платон, ссылаясь на своего прадеда Солона, уверял, Атлантида была большой и богатой страной с огромными городами и очень развитым на то время хозяйством. Живописная территория страны, покрытая густыми лесами, была изрезана многочисленными оросительными каналами. Достигли великого богатства, великого процветания культурного уровня, какого не было до Атлантиды ни в одной цивилизации, ни в одной царской династии. Особенно вот о царях Атлантиды он сообщает, что это были невероятно и духовно, и интеллектуально, и культурно развитые люди. И они великолепно обустроили остров. Что еще писал Платон об Атлантиде? То, что она являлась федерацией из десяти царств. То, что ее жители надеялись расширить свою территорию и попытались поработить Афины и Египет. Однако в борьбе с афинским войском потерпели сокрушительное поражение. История свидетельствует, что все древние культуры имели периоды расцвета и упадка. Так было и в Древней Атлантиде. Народ Атлантиды, Талтеки, создали могущественную империю. Главным направлением искусства была в то время архитектура. Повествуют эзотерические тексты. Общественные и жилые здания, окруженные прекрасными садами, поражали своей массивностью и гигантскими размерами. Храмы состояли из огромных палат, похожих на гигантские залы храмов Египта. Платон, обучавшийся в Египте, также выведал у жрецов о существовании и размерах последнего плота Атлантиды – острова Посейдонис. Научно установлено, что слово «атлант» и «атлантический» не греческие, и их нельзя отнести ни к одному языку Старого мира. Но в языке талтеков, ныне живущих в Америке, можно сразу найти корень «атл», который означает «воду, войну, макушку головы». От этого корня происходит ряд слов, таких как «атлан» – «край среди вод», откуда родилось прилагательное «атлантический». В течение тысяч лет царствовали талтеки над всем континентом, добившись огромного могущества и богатства. Это была эпоха мира и процветания всей расы. Все это время посвященные посланники иерархии света, императоры, жрецы, ученые справедливо управляли народами. Под их руководством процветали науки и искусство. Та эпоха была золотым веком Атлантиды. А вслед за этим в одночасье могущественная цивилизация неожиданно погибла. Но что или кто мог ее погубить? У Платона был только один ответ. Атлантов постигла кара богов. В Атлантиде есть мотив боговорчества, мотив того, что атланты возгордились своим богатством, своими совершенствами, своими достижениями. Они забыли, что этим они обязаны своей божественной природе и стали приписывать свои достижения исключительно своим достоинствам. И именно с этого момента начинается их деградация. Начинается упадок их цивилизации. И начинается их стремление завоевать соседние народы. И в итоге это заканчивается гибелью атлантов. Если предположить, что Атлантида действительно существовала, появляется еще один достаточно важный вопрос. Куда двигаться исследователям? Где следует искать эту мифическую землю? Ученые никогда не могли прийти к единому мнению. Часть из них считала, что загадочная Атлантида погрузилась на дно центральной части Атлантического океана, где-то между двумя континентами Европой и Северной Америкой. Основано это утверждение на словах Платона, отмечавшего, что таинственная земля была расположена перед Гибралтарским проливом, обрамленным скалами Обелик и Кальпа. К тому же не так давно был открыт Срединно-Атлантический хребет, находящийся в глубине Атлантического океана. К этому хребту прилегает обширное плоскогорье с рядом подводных гор, вершины которых образуют Азорские острова. Вполне вероятно, этот район некогда был сушей, и около 12 тысяч лет назад в ходе геологической катастрофы опустился на океанское дно. Обозначенный исторический период как раз совпадает с предположительным временем существования Атлантиды. Но была ли эта страна на самом деле? По данному поводу ученые спорят до сих пор. Причем первым, кто всерьез засомневался в Атлантиде, был Аристотель. Это ему принадлежит знаменитая фраза «Платон мне друг, но истина дороже». О какой истине идет речь? О чем спорили два философа? Об Атлантиде, великой протоцивилизации, идеальном государстве, загадочной сияющей мечте. Один говорил «была», другой «не было». Я считаю, что с точки зрения современной геологии можно считать, что Атлантида была и погибла она в районе Азоро-Гибралтарской системы разлом в результате катаклизма, то есть коллизии, как мы говорим, между африканской плитой, новорившейся на евразиатской. Потому что там погибла в океане Атлантида, а здесь погибло проафинское государство и взорвался вулкан Санторин. Вот и все. Так что же произошло с легендарным материком? Сейчас все больше исследователей склоняются к тому, что Атлантида могла погибнуть в результате сильнейшего вулканического извержения. Немецкий ученый Отто Мук выдвинул гипотезу о падении огромного метеорита в районе полуострова Флорида на побережье Атлантического океана. По расчетам астронома, метеорит упал в 9-м тысячелетии до н.э. и стал причиной катастрофы. Австрийский исследователь Хан Шиндлер Билане предположил, что Атлантиду стерли с лица нашей планеты гигантские волны, возникшие в результате попадания Луны в гравитационное поле Земли. Но, пожалуй, наиболее вероятной с геологической точки зрения представляется версия, согласно которой глубинные тектонические процессы и взаимные коллизии континентальных плит породили и землетрясения, и цунами, уничтожившие эту цивилизацию. Главный толчок продолжается всего несколько секунд, а все землетрясение может длиться до нескольких десятков минут. Значит, отведенных Платоном суток хватает для катастрофы. При землетрясениях зафиксированы случаи резкого оседания почвы на несколько метров. Последствием великого землетрясения в японской провинции Канто в 1923 году твердь просела на 10 метров. В 1692 году город пиратов Порт-Роял на Ямайке погрузился в море на 15 метров. Этого вполне достаточно, чтобы большая часть плоского острова скрылась под водой. Не исключено, что во время гибели Атлантиды произошло во много раз более сильное землетрясение. Причем настолько сильное, что оно сдвинуло тектонические плиты земли. Дело в том, что существует теория тектонико-катастроферных плит, по которой континенты движутся. И когда-то между северными континентами и южными осуществлял огромный океан Тетис. Он закрылся. Это медицинский факт. Остатки от него 36 миллионов лет назад. Он закрылся. И остатки от него Средневное море, южная часть Черного моря, южная часть Каспийского моря. И на месте этого океана возникли огромный город столкновения плит. Кавказ, Альпа и дальше Памир и прочее. Так вот, в результате взаимодействия этих плит, которые продолжаются и продолжаются сейчас, происходили катаклизмы. Я считаю, что катастрофа была единая в Средневном море, что на востоке взорвался вулкан Санторин, на западе погибла островная система Хошу. Поэтому я датирую гибель Атлантиды и гибель проафинского государства, который ошибочно принимает Атлантиду на острове Тира, и критомикенской культуры на Крите одним и тем же временем, примерно полторы тысячи лет до нашей эры. По мнению Платона, Атлантида погрузилась в океанскую пучину. И корабли перестали ходить по этому морю из-за огромного количества грязи, который оставил после себя исчезнувший остров. Платон, Геродот, а затем Плутарх писали, что Атлантику в определенном месте трудно переплыть, ибо она полна жидкой грязи. Океан вязок, словно болотная топь. Такой странный факт можно расценить как следствие катаклизма, разметавшего по огромной площади миллиарды тонн вулканической породы. По словам историка и писателя Александра Горбовского, советская океанографическая экспедиция 1947-48 годов подтвердила сообщения античных ученых. Дно океана между Азорскими островами и островом Тринидад оказалось покрытым почти 30-метровым слоем вязкого ила. Однако по версии автора книги «Великий потоп. Мифы и реальность» Александра Кондратова процесс рождения материков и океанов или превращение дна морского в материк и материка в океаническое дно совершается не за часы, дни или годы, а за многие тысячи и миллионы лет. Скорее всего, цивилизацию погубило гигантское цунами, которое погрузило материк в океанскую пучину. Цунами чаще всего возникает из-за подземных толчков, но его может вызвать и подводное извержение вулкана, и обрушение берегов. Высота волны способна достигать нескольких сотен метров, а скорость – до тысячи километров в час. Сначала море отступает, уровень его понижается, потом стеной набегает огромная волна, спустя несколько минут набегает вторая волна, чуть ниже, и через 10-20 минут приходит третья, самая мощная волна. Она может быть до полукилометра высотой. Такая сила воды способна не только смыть все без остатка на поверхности Земли, но и расколоть саму твердь. Но что могло породить цунами, накрывший Атлантиду? С чего делать цунами? От чудовищного землетрясения, гораздо более сильного, чем то, что произошло на Суматре сейчас, понимаете? И эти все события я ввязываю в единую систему. И считаю, что в возрасте их примерно одинаковый. Кстати, и первый мировой потоп был тогда же. Будовка Леона, 1095 лет до нашей эры, 1500 лет в пределах математического ожидания совпадает с взрывом вулкана Санторин, и все эти события как бы ввязываются в единое целое такой очень большой региональной и среднеглобальной катастрофы в районе Средиземного моря. Таким образом, цунами может моментально уничтожить прибрежную зону материка или даже целый остров. Нечто подобное произошло примерно в 1500 году до нашей эры в Средиземном море с островом Крит, то есть недалеко от одного из мест возможного нахождения Атлантиды. Раскопки на Крите показывают, что даже несколько тысячелетий спустя после предполагаемой гибели Атлантиды жители этого Средиземноморского острова стремились селиться подальше от берега. Неведомый страх гнал их в горы. Первые центры земледелия и культуры располагаются также в некотором отдалении от моря. Современные данные вряд ли позволят сейчас со всей определенностью ответить на вопрос, что за катастрофу пережило человечество. В мифах остались лишь упоминания о гневе богов, которые не спослали на людей неслыханные напасти в виде гигантских волн, извержения вулкана, крушения земной тверди и устроили судный день для грешников. Любую природную катастрофу издревле приписали гневу богов. И с этим можно каким-то образом согласиться. И даже вот я думаю, как ученый, что здесь есть какая-то, наверное, доля правды. Дело в том, что народы в древности, они отмечали все эти природные катастрофы. Они не что-то отмечали, а именно конкретные какие-то, увязывали это с какой-то цикличности, с какой-то повторяемостью, с какими-то, наверное, не очень хорошими поступками данного народа, данного племени, рода и так далее. И, естественно, тут предписывалось это к гневу богов. То есть это расплата своеобразная за какие-то, может быть, не очень правильные действия. Еще одна версия гибели Атлантиды – столкновение с Землей гигантского астероида. Астероид или метеорит могут быстро уничтожить любой остров. Единственное условие – достаточная масса и скорость болида. Каждая катастрофа, связанная с падением космического тела, оставляет след в каком-то районе Земли. Немецкий исследователь Отто Мук считает, ссылаясь при этом на американского антрополога Келса де Монтиньи, что очаг катастрофы – две впадины вблизи Пуэрто-Рико, в североамериканской котловине Атлантического океана. По мнению Келса де Монтиньи, в эту часть океана 10 тысяч лет назад упали осколки космического тела. Катастрофа, согласно точке зрения Кота Мунка, произошла 5 июня 8 499 года до н.э., что примерно совпадает с хронологией Платона. В этот день в 13 часов астероид из Роя Адониса врезался в Землю. Столкновение произошло в районе нынешнего Бермудского треугольника, причем астероид разделился на две примерно равные части и оставил двойной след на дне океана. На высоте 400 километров астероид вызвал свечение газов в атмосфере. Ослепительное сияние, заткнившее Солнце, сопровождало его до самого падения в океан. Новое Солнце наблюдали все, кто находился на линии прямой видимости, то есть в радиусе тысячи километров. Исследователи предполагают, что масса астероида превышала 2 биллиона тонн, и, следовательно, земная кора была пробита этим космическим телом. Энергия, выделившаяся при столкновении, превышала энергию взрыва 30 тысяч атомных бомб. Я думаю, что существование Атлантиды, в принципе, переворачивает всю историческую науку, именно потому, что тогда приходится предполагать, что существует и правомерная теория катастроф, по которой цивилизация человеческая может развиваться, а потом гибнуть. По каким причинам? Мировая война, глобальные какие-то катастрофы экзогенного характера, я не знаю, из космоса, и так далее, и так далее. Но сам факт того, что цивилизация человеческая может прерываться, гибнуть и снова возникать, очень интересен. Для исторической науки это бесценная находка. Но есть еще более оригинальная версия гибели Атлантиды. В 1912 году австрийским инженером Гербегером была создана теория, утверждавшая, что 11,5 тысяч лет назад Земля захватила свой нынешний спутник Луну, вследствие чего на Земле произошли приливы большой высоты. Поднялась гигантская волна, затопившая Атлантиду, а заодно и погубившая мамонта. Многие атлантологи считают, что гигантские кладбища мамонтов объясняются тем, что высокая волна утопила их, а вследствие поворота земной оси мамонты оказались близко к Новому Северному полюсу, отчего и замерзли. Однако эта теория не объясняет, почему рядом с мамонтами не лежат останки других животных, и каким образом гигантская волна, погубившая Атлантиду, добралась и до мамонта. Косвенной поддержкой лунной гипотезы является ряд мифов, рисующих период вслед за катастрофой, как время мрака и страшного холода. У индейцев Северной Америки с гневом богов обязательно связываются тьма и неслыханно суровая зима. В финском эпосе Калевала злая колдунья Лоухи крадет солнце, и страну Калева заносит снежная метель. Предпосылками для появления таких сказаний могли послужить два фактора. Во-первых, гравитационный удар при соприкосновении полей тяготения Земли и Луны должен был вызвать не только землетрясение и приливы, но и грандиозные атмосферные встряски. Во-вторых, не исключено, что во время столь сокрушительной общеземной катастрофы временно сместились полюса. Хотя, как утверждает современная наука, магнитная инверсия Земли не могла привести к гибели целой цивилизации. Дело в том, что у нас магнитное поле Земли, которое есть, действительно, оно в своей истории меняло полюса. Северное менялось на южное и наоборот. Это инверсия магнитного поля, она известна. Но напряженность магнитного поля у нас ведь очень маленькая. Это примерно 0,5 Эрстеда. Это очень маленькая величина. Например, в магнитной защёлке на шкафу в любом, там в 30 Эрстед, а у нас всего 0,5. Но мы все живём в магнитном поле. Это вряд ли приведёт к катастрофе. Как погибла Атлантида? До сих пор никто не может дать ответа на этот вопрос. Да и была ли на самом деле эта таинственная страна? Это загадочная цивилизация. Большинство исследователей считают, что была. Потому что оставила свои следы в истории. Есть много версий, что существование Атлантов не прошло бесследно для человечества. Их способности и знания частично наследовали египтяне, жители острова Пасхи и другие древние народности. Что, например, можно сказать о загадочных исполинах острова Пасхи, которые как бы задумчиво смотрят в синие океанские просторы. До сих пор наука не знает, как эти 20-метровые колоссы доставлялись из глубины острова, где их ваяли к побережью океана. На все расспросы местные жители говорят, что они шли сами. Да, колоссы действительно шли под действием мощного биополя людей. Нынешние жители острова Пасхи эту способность давно утратили, но память живет десятки тысяч лет. Да, многие удивительные способности, которыми обладали атланты, до сих пор живут в нас. Не случайно мы так часто, особенно в молодости, летаем во сне, угадываем мысли, в состоянии гипноза переносимся в параллельные миры. Это генетическая память. Наши далекие предки все это умели. Они бороздили моря на быстроходных судах, летали на бесшумных летательных аппаратах, шлифовали камни так, что между ними не вставить лезвие, бритвы или иголку. Атлантида живет в нас. Рано или поздно ее найдут. И тогда много интересных тайн будет поведано человечеству. КОНЕЦ КОНЕЦ